Всем привет! Сегодня у нас будет болталка о жизни в Турции. Я вам расскажу немножко о медицине, в частности, о актуальных ценах на медицину. Не то, чтобы я жалуюсь или еще что-то, вы просто просите, кто переезжает, планирует переезжать в страховки медицинские, все вот эти дела, житейское такое. Вы просите рассказывать актуальную информацию. Недавно мне посчастливилось в кавычках здесь несчастье такое было. Мне пришлось побыть в больнице, полежать с ребенком. Я вам хочу рассказать о стоимости вот этих больничных услуг, что актуально на данный момент, кто с этим столкнется, что будет переезжать, чтобы вы как бы планировали свой бюджет. И так, я ни в коем случае, кстати, не жалуюсь, что это дорого, или это плохо, или еще что-то там, а медицина там не на том уровне. Нам попались хорошие, нормальные врачи. То есть я, как и раньше говорила в видео, повторюсь, что... Как и в России, кстати, сейчас так же. Когда я была в России, я обращалась к каким-то медуслугам, там зубы делала, всякое такое общее. Кстати, как бы то же самое, что здесь и в Турции. Такие плановые какие-то осмотры общие. Так же в частных клиниках, я общаюсь, обращаюсь в России в частные клиники. Вот в Новосибирске, например, я хожу в Смитру. Тоже как на врача. Надо идти на врача по знакомству, по рекомендации. Знакомство в смысле рекомендации от своих знакомых, да, когда хорошие отзывы на врача. Так что идти... Почему я не хожу в муниципальную в России? Потому что там долго очереди ждать. У меня столько времени не было. Талончики, там очереди, вот эти все дела у нас. Именно где я живу в районе, в России прописка моя. Там с этим тугат. Очень напряженно попасть к врачу. Это очень долго. У меня времени нет. Мне проще пойти тут же записаться и в этот же день сходить к врачу за денежку. Быстрее все это будет. Так вот в Турции. Я сразу напомню, кто не в курсе. Есть медицина платная. Есть страховки медицинские. Есть СГК. Это стандартная страховка медицинская. По ней можно обращаться в муниципальные клиники, обычные, государственные. Там ничего платить не надо. Я об этом раньше в видео рассказывала. Почти на канале о медицине в Турции все это есть. Сейчас сдаваться в подробности не буду. У нас, кстати, обычная СГК страховка. Есть еще частная страховка. Это когда сам... Они разные бывают, разные фирмы. Сам оплачиваешь в своего кармана. В среднем это, допустим, где-то там 3000 лир в год за эту страховку. И в месяц, ну, выходит там 200-250 лир в месяц ты отчисляешь за эту страховку. Если страховка на мужа, там, жена, дети туда присоединяются автоматически. То есть все ею пользуются. И бывает, СГК это стандартная обычная страховка. А частная, ну, бывает, когда ты в фирме какой-то работаешь на предприятии или иностранной какой-то компании. Хорошие, когда условия такие труда. Вот эту частную страховку оплачивают. Она как бы-то как условия труда тоже идет. То есть вы устраивались на работу, там вот вам... Ну, это менеджмент какой-то, да. Мне просто не всем сотрудникам будут такую страховку еще оплачивать. Ну, короче говоря, вот такое есть. У нас просто обычная СГК, потому что мы болеем очень-очень крайне редко. Пу-у-у-у, слава богу. Но после последних трат мы подумали, можно было бы за эту сумму и, наверное, годовую страховку вот эту выплачивать. Короче говоря, частная страховка вот эта, чем она хороша? Она практически все, ну, очень часто все покрывает. То есть обратились в частную любую больницу. По страховке вам все возместят. То, что вот по 300 лир, например, или 3000 в год отчисляете, 300 лир в месяц. Там разные просто виды оплаты бывают, разные виды страховки. Ну, короче, будем брать в среднем 250 лир в месяц, да. Вам за эти деньги, типа, вообще все. В больнице будете лежать в частной, в любой, и все бесплатно будет. То есть вы уже заплатили за это. Ну, как стандартная система, как в других странах работает. Вот. А с СГК, обычная такая страховка, она не все в себя включает. Там очень маленький процент гашения. То есть если в муниципалку ходите нормально, но мы ходим в частную клинику, которая недалеко от нашего дома, нам это просто удобней, комфортно, мало там народа, потому что клиника дорогая, частная. Мы можем это себе позволить, поэтому она очень мало гасит, вот честно скажу. Там процентов, не знаю, сколько даже, я не задумывалась. Не знаю просто цен, так в общем, ну, процентов 20-30, может, за прием. Там она всего лишь погасит не 100% от суммы. Вот. Короче говоря, у нас заболел ребенок, очень серьезно. Сейчас у нас очень вирус, уже с ноября месяца ходит по Турции, по Стамбулу. У нас в том году весной был свиной грипп, мы тоже в больнице были. Ну, такой у нас был дневной стационар, капельницы, не очень, кстати, это дорого выходило. А в этот раз нам пришлось полежать прямо в больнице какой-то период. Вот, потому что у ребенка была температура 40, и она была абсолютно неуправляема. Уже не помогали ни сиропы от температуры, ничего, только капельницы, только больницы, ну, там все уже. Это был вирус такой. И пошли небольшие осложнения на легкие. Клиника называется Эстиния. Эстиния парк, вроде бы, не помню, как полностью он называется. Эстиния, в общем, клиника. Это не медикал парк. Раньше они были вместе, теперь они уже раздельны. Просто Эстиния, Эстиния университи. Да. Там, кстати, очень в нашей клинике отделение направлено по пересадке волос. Вот этот туризм иностранцы, немцы в основном. И арабы приезжают волосы все пересаживать. Это классическая хирургия, отделение классической хирургии. И, так вот, первое посещение педиатра и капельницы стоили нам 700 лир. Потом всегда же есть повторный визит в течение 10 дней. Это бесплатно, то есть контрольный визит. Он бесплатный. На следующий день мы пришли, потому что температура 39,5. Визит был бесплатный. Но опять еще у нас была одна капельница. И там она уже стоила, по то, что это контроль, 100 лир она стоила. Это точно дешево. Затем, нас уже когда положили в больницу, вот, нахождение сутки в палате стоит от 1000 лир. Нет там такого люкс-палаты или обычного. Вроде, вроде как бы есть распределение. Но, честно, мы типа как бы лежали в палате люкс. Но я что-то там люксовости особо не знаю. Обычная, стандартная частная клиника, как и везде, как и в медикал-парке я лежала. Ничего особенного вообще нет. Огромная кровать, огромный номер. Душ, ванна, все это внутри в номере, конечно. Да, там телевизор, холодильник, раскладная кровать, это кресло. Ну, обычно стандартно. Питание включено, естественно. И медика, все капельницы, визиты, осмотры врачей, диагностика, сердце смотрели, уровень кислорода ребенка, анализы крови и всего-всего прочего. Все это ходило в эту, в тысячу за сутки. Еще хочу отметить, что в 700 лир при первом обращении у нас туда еще анализы вошли. Я вот немножко запуталась. Был визит педиатра дежурного, капельница. И собрали все анализы. Это общая кровь, две пробирки и мазки из носа и рта на вирусы, на свиной грипп. Вот эти все-все-все. Ну, анализы в этой сумме, там, ну, рубль лир 150-200 где-то стоили. О курсе лиры сейчас вроде не вспомню. Ну, а если округлять, то 12 рублей одна лира стоит. То есть за первый прием с анализами, с визитом врача и капельницей нам это обошлось. Где-то 8 тысяч рублей. Потом по 12, там, 11,5-12 тысяч рублей ночь стоит в палате с лечением. Ну и все, в принципе, да. Каких тут по ценам. Ну и лекарства. Они все, что вы когда находитесь в больнице, лежите, это все у вас, скажем так, включено. Ну, естественно, вы этим пользуетесь. За это платить отдельно не надо. И отдельно лекарства мы покупали витамины, сироп потом от кашля, жаропонижающий. Мы еще один купили, потому что другому привыкание, потому что он уже не помогал. Ну, это просто, на самом деле, дикая была температура страшная. И что-то еще мы покупали. Не помню, что капельки какие-то, что ли. В общем, еще помимо этого, на лекарства мы лир 200 где-то потратили. Вот. Так что я теперь, мы так посидели с мужем, репу почесали. Болеем вроде бы редко. Нам не нужна была частная страховка, потому что мы сами на себя, как бы, муж работает. Ну, сам себе это оплачивает, да, не компания какая-то. Так что мы так переглянулись и подумали, что, может быть, есть смысл платить за страховку частную. Потому что мы за раз потратили столько, даже больше, чем за год бы мы за нее заплатили. А так бы мы в течение года, мы вдруг, если еще заболеем, бы траты были, скажем так, предсказуемые. Вот. Так что тем, кто планирует переезжать в Турцию, интересовался медициной, вот такие цены на данный момент актуальные. Опять же, уровень сервис мне в больнице, я просто всегда в ней, с самого начала мы ей пользуемся услугами этой больницы. Мне все это известно. Мы очень много чего там лечили. И вообще, да, фига всего-всего. Поэтому там есть хорошие врачи и плохие. Нам попался очень хороший новый педиатр. До этого мы всех педиатров детских перебрали. С педиатрией тут, скажем так, проблемы. Поэтому мы это, как бы правильно выразиться... Я была разочарована, но в этот раз я шла с опаской к педиатру. Но нам попался сразу, вот он был дежурным врачом. На второй раз ему к нему попали, на второй прием. И он нам сразу и про госпитализацию все мне разложил. А у меня есть сестра педиатра в России, понимаете, с которой я консультируюсь, которая на связи, с которой я знаю, когда она мне скажет, течение болезни, симптомы и все-все-все прочее. То есть, по сути, ну не она, конечно, назначает лечение, но она так это все контролирует. То есть шаг вправо, шаг влево у педиатра был бы му расстрел однозначным. И мы встали бы и ушли, искали бы другого врача. Но этот педиатр был хороший. Если бы какие-то проблемы, я бы к нему второй раз, например, с ребенком обратилась бы. Нормальный, адекватный. Я сначала подумала, что нас, наверное, разводят на бабки, хотят положить в больницу. Есть такое в частных клиниках, как и в России, в принципе. Это же все за денежку оплачивается. Я подумала, он, наверное, продажи себе делает и хочет, чтобы мы обратились и полежали в больничке, по сути. Ну, капельницы ставят ребенку. Но он меня потом убедил, говорит, понимаете, типа, просто мы поставим капельницу. Капельница была на 42 часа. Мы поставим один катетер. Типа, вот вы каждый раз в день получалось уже по две капельницы. Ребенок просто вообще без капельниц. Жаропонижающие не брали. И без этого вообще просто никуда. Он говорит, давайте мы просто подключим на машину, на аппарат. И будем капать постоянно. Потому что, ну, так бегать можно, говорит, вы выздоровеете, но нафига вам бегать, когда уж заплатите и ляжете. И на то и выходит, понимаете. Мы же в первые приемы оплатили, ну, вот, 700 лир, а так от 1000 суткин. То на то и выходит. Зато мы не бегали и лежали спокойно в палате. Мне было вот чисто по-матерински спокойно, потому что я, конечно, не беспокойно спала. Это было, ну, тяжело. И за капельницей все время следил, что загибается что-то там. Сразу пищит аппарат, приходит медсестра и все такое прочее. Но в любом случае мне спокойно, потому что, нажав кнопочку, ко мне сразу с поста прибегает медсестра. Ну, они вообще, не надо было ничего нажимать. Они сами все контролируют, у них все отображается, все датчики, к чему пациент подключен. Уже на ресепшене, на их, как сказать, на посту медицинском, сестринском, там уже все есть. И плюс еще всегда все врачи, кардиолог придет, что надо, и легкие послушают. Все проверят, короче. Так что все было спокойнее. Просто спокойнее, просто мне было спокойнее там находиться, чем бы оставаться дома. И опять все-таки бежать к врачу на прием, ждать под приемом, кабинетом, скажем так, когда там освободиться. И врач посмотрит, чтобы без записи побыстрее. Просто так всех не кинут, и очередь вам не освободят тоже, имейте в виду. Если там записано, вы ждете в порядке, скажем так, живой очереди проходите. Кто-то вас пропустит, а кто-то и нет. И, кстати, скажу, что никто не хотел пропускать, когда у меня у ребенка была температура 40. Я вам что скажу, девочки, кто живет в постсоветском пространстве, в частности, в России, радуйтесь, что у вас есть пережитки Советского Союза, как скорые помощи, которые приезжают к ребенку от температуры 39, забирают детей, отвозят в больницы, советуют лежать. Вас госпитализируют легко. И все это по обычной вашей стандартной медицинской страховке в стране государственной. Это вам бесплатно, либо что-то там не всегда плачете. Короче, что у вас вообще есть скорые, которые приезжают. Вот в плане здесь, в Турции, ты сам идешь на прием, даже с температурой 40. И госпитализируешься там уже по факту, да, либо остаешься на дневном стационаре, там уже выбор идет лечения. Но скорые здесь не прилетают. Ты болеешь? Иди, шуруй, позаписывайся на прием, сиди под кабинетом с температурой 40, тебя потом примут, посмотрят и решат твою судьбу, что с тобой делать, как тебя лечить. Вот так вот по щелчку скорая сюда не приезжает. Скорая приезжает, можно частную, как такси вызывает за денежки, задорого, она тебе ходит и говорит, дежурить у тебя у дома будет твой выбор, только отстегивай бабло. А просто скорую можно вызывать, ну, когда тяжелые случаи, когда там проблемы с сердцем, когда там, ну, вы все понимаете, да, инсульты и все прочие дела, это одно дело, естественно, там, не знаю, авария или еще что-то. Но когда у тебя температура просто 40, с температурой, короче, вот так скажу, не буду называть себе большие вот эти случаи, все понимаете, когда приезжает скорая, но когда у тебя температура 40, ты скажешь, я болею гриппом, тебе скорая не приедет. Ты скажешь, иди к врачу и лечись, короче. Здесь такого нет, именно даже моего ребенка, наплевать вообще. Здесь немножко другое, вызывай за свой счет скорую, либо едь своим ходом в больницу, сиди под кабинетом, обращайся. Вот, может быть, я в чем-то здесь не права в этом видео. Я вот рассказала с первых уст информацию самую свежую, актуальную, что происходит, какие цены, как. Как я здесь в этой ситуации разобралась. Если вы ходите, вот часто по такими видео про медицину, когда вопрос в частную медицину. Чего вы не ходите в частную, уходите в частную, тратите деньги, ходите в муниципальную, ничем она не хуже. Не спорюсь, там был огромный город. В каких-то районах муниципальных очень свободны хорошие клиники, они как частные. Но в каких-то районах, где очень много населения, и когда сейчас грипп, вы поверьте, у меня знакомая недавно обращалась с ребенком, такая же болезнь, как у моего, короче, температура была, неважно. Они обратились в государственную клинику, у них талончик был номер 400 какой-то за сутки они были. Они ждали там неизвестно сколько часов, умирали под дверью кабинета. Поэтому проще пойдешь, заплатишь деньги в частную, чтобы быстрее тебя приняли, приняли меры, начали лечить. Сейчас просто сезон грипповый такой, не досидишься в муниципалку. Это еще от населения, от района зависит, хорошая там больница частная, государственная, ой, пардон, все уже перепутала. Хорошая ли там государственная больница или нет, это от многого зависит. Мы вот летом были в больнице город Шаркёй, где у нас дача, мы возили бабушку, бабушка мужу очень престарелой, 95 лет. А она постоянно у нас в больнице, потому что старый человек за ней смотрит, там у нее какие-то проблемы со здоровьем. И вот в городе Шаркёй есть больница, они новую отстроили, она как частная, но это государство. Там никого не было, там было лето, не сезон, никого, клиентов нет, в основном пожилые какие-то люди. И там было очень свободно, спокойно, так что это от ситуации, от больницы, от города, от района зависит. Так что спасибо за внимание, всем пока.